Наша выставка, ее название звучит как «Блюз над Парижем». Все три имени, конечно, связаны со столицей мира и со столицей искусств Парижем, но «Блюз» — это музыкальное произведение, очень свободное по форме, очень лирическое. Поэтому все художники, представленные у нас, представлены именно как лирики, словно какое-то большое музыкальное концертное произведение, в котором звучит каждый автор. Ну а стилистика богатейшая на все вкусы, на все резоны. На сей раз у нас, конечно, любимый всеми ренуар, потому что, если мы говорим о стилях и направлениях, то импрессионизм и ренуары любят очень многие. Пикассо в нашем городе уже был в различных сериях, но здесь у нас очень хорошая подборка. Это работа из двух серий. Это «Пикассо. Человеческая комедия» и «Пикассо. Калифорнийская все это». Это работы очень зрелого Пикассо. Ему уже около 70 лет. Он уже может все, он уже свободно совершенно владеет всеми стилистическими своими возможностями и увлечениями. Поэтому работы прекрасные, работы свободные. И то, что мы на этой выставке можем проследить какой-то очень интересный период творчества Пикассо, тоже, конечно, вот эта возможность удивительна. И впервые в нашем городе Андре Массон. К 60-м годам Массон увлекается и Востоком, поэтому можно увидеть отголоски и восточной каллиграфии в его работах. И такое арабесковое построение композиции, когда все включено в какую-то общую композицию, как в орнамент. Первый день посещения это были десятки наших, десятки посетителей. У нас просто, ну, вот подобный ажиотаж, наверное, был с первой такой привозной выставки из этой серии. Мы привозили божественную комедию в иллюстрациях Сальваторо Дали. Тогда у нас тоже народ стоял еще до открытия. Но сейчас, может быть, он до открытия не стоял, но у нас постоянно кто-то находится в залах. Несмотря на погоду, на то, что, в общем-то, не очень просто на улицах черепаться и как-то хочется к речке, мы очень рады, что для людей это очень важно, посещение музея даже в такую жару.